Подготовка предприятий ЖКХ к зимнему периоду на особом контроле федерального правительства. Насколько регионы готовы к холодам, сегодня обсудили на селекторном совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Казака. Отопительный сезон стартовал и пока все проходит гладко, но это не повод расслабляться. Что вызывает беспокойство у членов правительства, расскажет Дмитрий Ковалев. От Камчатки до Калининграда. Отопительный сезон уже начался в большинстве регионов нашей большой страны. Главная задача для управленцев не допустить сбоев в работе котельных. Там, где были эти сбои ранее, необходимо искать особое внимание со стороны руководителей, не только муниципалитета, но и руководителей региона. При подготовке к зимнему, при прохождении отопительного периода никаких провалов мы не должны. Речь идет о жизни и здоровье людей. Необходимо отметить, что прошлый отопительный период прошел в целом достаточно благополучно, несмотря на рекордную холодную зиму. Коммунальное хозяйство республики готово к зиме на 100%. В этом году было заменено более 16 километров тепловых сетей. Сформированы необходимые запасы топлива. Отопительный сезон ровно начался, больших проблем не было. В воскресенье или поднедельник уже снег упадет. Поэтому есть отдельные, буквально там дома, которые жилищная инспекция ведет, мониторинг по тем вопросам капитального ремонта, где на самом деле меняются теплотрассы, но на днях они получат. Больная тема – рост долгов за уже потребленные ресурсы. Более 257 миллиардов рублей за должность управляющих компаний. По фиктивным договорам выводят деньги за рубеж в карманы своим подставным компаниям. Долги организаций ЖКХ республики превышают 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Львиная доля у коммунальных технологий. Спокойной жизни должникам не обещают. В скорейшем времени привлечены к ответственности с полным материальным возмещением причиненного ущерба или недоплаты. Долгов по бюджету у нас нет, соответственно, то, что по России назвали, это у нас как бы сильная сторона. Дмитрий Козак отмечает, что проблему с долгами в сфере ЖКХ необходимо решать кардинально. Деньги потребителей должны поступать поставщикам тепла напрямую. Закрепить этот механизм возможно только на законодательном уровне. Средства, которые собираются с населением, они еще более важны с точки зрения сохранности и целевой использования. В ближайшее время надо навести в этом порядок, потому что этот ком не позволяет нам эффективно работать. Для тех, кто работает по серым схемам, к правительству и обещают ввести самую суровую ответственность. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.